Девушки отдыхают 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 КОНЕЦ За 26 лет кого-то я здесь жалел, что не за что сидит. Такого не было. Какие жуткие преступления они совершили. Какие жуткие. Держи. Вот так. Здравствуйте. Поднимайся. Повернулся. Здравствуйте. Как дела? Запросы, заявления. Ну все, до свидания. До свидания. Очень тяжело, конечно. Человеку просто в плед по большому счету. Да, вот так. Жить 25 лет. Бывают и такие случаи. Людей просто срывают крышу в кавычку. Они уже. Я, Дадашов Субхан, являюсь начальником федерального казенного учреждения исправительной колонии номер 56. Давыдов. Закиров. Варионов. Исупов. Галинов. Сологуб. Пролов. Бармен. Бармен. Самый опасный преступник, если взять по России, отбывает уголовное наказание здесь. Мазалов. Матвеев. Сулейманов. И террористы есть, и маньяки есть, и убийцы, серийники, насильники. Я могу смело сказать, что на сегодняшний день в нашем подразделении, в колонии, то есть, невинно осужденных нет, все они виноваты. Я никого не жалею. Для меня только смертная казнь. Снимай голове! Раз! Два! Здравствуйте, друзья! Кошников, Иосифов, Заворохин, Чугунов, Николай, Миштахудинов, Курбанбаев, Душинир, Лысенко, Сулейманов, Бармин, Василий Анатольевич, Михалажев, Игорь Анатольевич, Сметанин, Игорь Анатольевич, Мазалов, Юлисов. Камеросмирник, Самый сложный был перевод. Мне заменили по-среднему. Открылась кормушка, то есть окошко, где подают бумагу. Ему подают бумагу, где написано крупными буквами указ президента. Смертную кайф заменяет на пожизненное лишение свободы. Через пять минут он повесился. Другой повесился через три дня. На трусах. Четвертый просто-напросто взял себе, проколол сердце. А если бы расстреляли, так честно, ну, избавили от всех вот этих мук, всех переживаний. От сидеть 25 лет и сказать, это неприятное ощущение. Даже такому, как мне. Я осужден Еремлеев, Владимир Иванович. Я не убивал людей, нормальных людей. Я убивал негодяев. Всего я отсидел из 62 лет 40 с лишним лет в местах решения свободы. Я отсидел больше всех. Судьба работы, чтобы все осужденные были накормлены в победу. Среди осужденные уже не способны на какие-то проступки. Голодный – это все. Ты заселёшь ноги? Человек не родился преступником, правильно говорил Макаренко? Все мы хватим. Это правильно. Преступник просто становится человеком. Я на путь преступления встал тогда, когда был голод в Стане. Когда у меня дома две сестрёнки и брат грызли деревяшки. Не было ничего жрать. Я убил женщину ножом. Здорово, работяга. Патронов жалко было. На моих руках много крови. На моих руках нужно до наноer fellows плать encima. Гребен bulшени? Но Тар Fürскому! Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот из этой категории 80 человек Одна треть с ума сойдет точно Отсидеть в таких условиях может человек очень сильный, духом. Отсюда только выезжает на погост. Еще никого не освободили, вот. Некоторые надеются, пишет Европейский суд по правам человека, все в ожиданиях, поверьте, это просто испытывать львозь. Заводите осужденного хрюша. Вот там где-то, я вот, порой вызываешь, ты беседуешь, а что ты пишешь туда-то, что? Этот человек, когда тон в море, да, хватается за салонник, думаешь, что спасет, тут то же самое. Так, ну и сколько, как время прошло здесь? 16 лет. Думаю, что на пользу. На пользу? Ну и быстро, да, наверное? Ну, я как бы с 18 лет сижу, и мне сейчас уже 34 года. Первая поездка, когда, будучи лейтенантом, я сюда приезжал с женой, едем, едем. Она единственный вопрос мне задала. Почему все мы едем и едем в лес, встречного транспорта нету? Я никогда не видел этих лесов, даже понять не имел, что такое. Считайте, 24 года мне было, когда я сюда приехал. 24, а сейчас 50. Вот это немаленький срок. Даже если именовцы помилованные 25, у меня уже 26. Это интересно, так ведь? Это, конечно, шутка. Ну, они-то как бы по приговору, а я по договору. Мне был вынесен по жизни приговор по суду. Преступления я свои все признаю. Я убил одного коммерсанта. Я его застрелил на бегу с двух пистолетов, с двух рук. Ну, чтобы не дать им никаких шансов выжить. Другой случай. Я убил охранника. Он стрелял в меня. Я получил ранение. Я стрелял в него. Да, я считаю, это наказание. Правильно. Мне повезло очень с женой. Я 16 лет женился. У меня в 18 лет родился сын. Пять лет я не виделся с сыном. И он мне однажды написал одно такое предложение в своем письме. Папа, я не такой, как ты, я другой. Ты прости меня за это. И я этим все понял, что нет никакой опасности, что он меня романтизирует. Сын у меня другой. Я занимаюсь, работаю на нефтяном бизнесе. Вот так я говорил в своей семье. Конкретно, чем он занимался, мы не знали. Что он говорил. Мы этого не знали. Я его так давно знаю. Что для меня это все как-то не укладывается в голове, что это мог совершить именно он. Пять лет я не видела его. Меня зовут Тимирова Влада. Я жена Тимирова Тимура. На свидание мы едем вместе с сыном. Дорога у нас примерно 60 часов. Для того, чтобы посмотреть на человека, поговорить с ним, всего 4 часа. В этом году у нас будет 25 лет со дня свадьбы. Я была Джульеттой, а он был Ромео. И видеть его будет тяжело. Мы уже приехали? Да. Нет. Страшненько. И всеuren. Ромашка. Продолжение следует... 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 Уже тихо и спокойно, то есть до него дошло, что может быть совершен суд еще и в зоне, что люди могут над ним еще совершить суд. Я здесь нахожусь в этой колонии уже 16 лет. Я считаю, что это заслуженно. Меня зовут Андрей, фамилия моя Лебедев. Это уже 1994 год, ни зарплаты, ничего нету, но жить-то как-то надо. Ну и втянулся в банду. Я не был трезвый тогда, потому что мы уже выезжали тогда в лес, в лесу были. Изнасиловал я девушку, впоследствии потом еще убил ее. Я ее убил ножом. Я ее в лесу просто там хворостом закрыл. Никто бы об этом и не знал бы. Просто через некоторое время меня ножом пырнули. И когда уже лежал в больнице там, и вот тогда я уже милицию вызвал, признался в этом убийстве, показал, где труп совершил все это. Потому что я понимал, что если бы я продолжал бы так же жить, я бы сам по себе, я бы никогда не остановился. Поэтому мне надо было выйти просто из состава этой братвы. Они уже поняли, что я хочу с этим миром порвать. И в обиженку я сам уехал. Тюремные, по тюремному, самая низкая каста. Если он там, допустим, ребенка изнасиловал, или там мальчика там изнасиловал, это уже все. Его не уважают. Он никто после этого. Это наказание как бы. И из него делают обиженного. Зовут меня Некращук Михаил Иванович. В Черном Беркуте я уже 18 лет нахожусь. Я по жизни обиженный сам. Вот. А так в плане, в плане в бараке, ну, она, я убираю, подметаю, там, где-то что-то убрать. Самая грязная работа, вот, то ли, то муть. Как правило, в столовых они пользуются только своей посудой. В бытность Чурбанова пытались ввести, сломать. В 70-х годах пытались это сделать, чтобы все ели с одних мисок. Результат, это ни для кого не секрет, во многих колониях, в десятках, сотнях колоний были убийства. Ну, есть еще категория осужденных, которые, так называемые, активные гомосексуалисты, которые добровольно идут. Их называют, но не рабочими петухами. То есть они за чай, за курева, вступают в половой контакт с осужденными. Это не секрет. Сам-то я, ну, чисто про себя я говорю, вот. Чисто я по воле такой человек. Я такой и родился, меня тянет наклонности к мужчинам. Подходит человек, мужик, подходит к нему. Ну, что, пойдем с тобой туда сходим. И он смело идет, без всяких задних мыслей идет, соглашается. Они этим зарабатывают. Где-то заварку, где-то там пачку сигарет они найдут. На воле я даже, вот, честно скажу, не задумываюсь об этом. И куда вот мне идти? Я-то сам не знаю, куда мне сейчас идти. Как бы вам сказать, то, что я уже, вот, уже как бы впился, она для меня, как бы, второй дом. Я как-то уже привык к нему. Вот какой и есть, такой и есть. Я тебе, Вась, я тебе сегодня буду писать письмо на красивом листике. Ты его почитаешь, и все мои поздравления получишь через неделю. Вы какие молодцы, что вы мне позвонили. Юля, ты мне обязательно пиши большие и длинные письма о том, как вы там, как ты на работу ездишь, и как вы с Васей все успеваете. Ой, Юля, это какой. Слушай, он мне таким здоровым кажется. Мне кажется, он был... Мне кажется, он был у нас меньше. Ох, Васька, здорово! А что ж... Что ж ему на день рождения-то тебе подарили? А это что такое? Я получаю письмо совершенно от незнакомой девушки. Дело в том, она не просто так мне написала, что вот... Она написала из-за того, что у нее было несчастье. Ее убили отца. И она сама была изнасилована в 14 лет. Вот просто узнать такого человека, который вот совершает преступление, убийство там, изнасилование. Вот она хотела просто понять вот это. И вот у нас такая переписка с ней пошла. Мы переписывали с ней почти 6 лет. Вот в дружбу перешло. Я жене своей сделал предложение, и она согласилась, да? Первый раз она приехала уже почти 11 лет тому назад. Сейчас у нас уже с ней двое. Мальчик и девочка. Мальчику уже 7 лет. В этом году школу пойдет. А девочке 5. 5 лет. Своих собственных детей я еще ни разу не видел. Еще не приезжали. КОНЕЦ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 свобода для меня это во первых ну как бы внутренний мир у меня дочь росла внук растет семья я виделся последний раз 95 году понимаете что это такая вот пожалуйста вот моя дочь я с 95 года не видел вот такая она у меня стала взрослая замужем а такой она была последний раз я видел маленькая это был девяносто пятый год вот это вот мой внук у меня растет периодически пишет письма ну сами понимаете супруга столько лет дать не будет на ребенок ребенок не причем самое самое главное правило попадая в такие условия не опускать руки но и а и и КОНЕЦ 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 Я узнал, ну, за неделю узнал, что моя мама придет, ну... Ну, да еще... Я ее не видел в 5 лет. Тогда вот в день перед убийством, когда я поехал, она мне просила, чтобы я не пил, держался в руках, а я не послушался ее и просто как бы напился и убил людей. Я просто не могу себе представить, как я уйду, сяду и посмотрю ее в глаза и буду разговаривать. Смогу ли я вообще? Ну, и, может, это меня и пугает, потому что самое... Ну, единственное, вернее, что у меня в жизни есть, это просто мама, больше у меня никого вообще не существует. Ну, и в то же время я думаю, что простила она меня, не простила это. Музыка 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 Расстояние не имеет значения. Когда я думаю о Максиме, то есть черты вот лица, вот телосложения его, как я его запомнила, как он выходил последний раз из дома. Когда он выходил из дома, он обычно говорил, пока, мама, а тут он вышел из дома и он мне сказал, ну, прощай. Я вот закрывала за ним дверь, у меня даже сначала как бы я вот это вот, почему прощай. Когда я узнала, какой вынесли приговор, не могла понять, как можно жить. Многие сочувствовали, а кто-то просто с издевкой говорил, смотрите, мать идет зэка, убийца. Музыка Главное, только сдерживаться, чтобы он не видит слез. Успокойся, все нормально. Думаешь, ему сейчас это легко, он сейчас тоже весь нанервов. Мужки стоят. Похоже, уже подъехали. Похоже, уже подъехали. Музыка Я так думаю, что у меня больше не будет такой возможности поехать. И вот специально, чтобы приехать и увидеть, потому что это все очень дорого. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Ко всей ситуации надо относиться с позитивным. И так вот, глядишь, лет через 20 встретимся. А сам ты слезы тоже сдерживаешь. Видно же, в кому-то сжался. Ладно, сын, все за нами. Давай, мама, я тебя люблю. Давай, мама, счастливо. Мам, не надо, не расставились. Ладно, давай. Не расставились, мама. Все, пошли. Ты сзади иди, Саня, отстань, отстань. А, да, да. А, да. Да, да. Это глядя, режиссеры сдают. Да, да. А, да. Это глядя. А, да, да. Да. Вот и то не то, не то, не то. А, да. Так вот, что говоришь. Поехали. Вау. Ага. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Срок уже заканчивается, не за горами звонок, когда выпустят Субтитры делал DimaTorzok 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 Конечно, меня это пугает, выйдя туда, за забор, как вообще начать, с чего начать, за что просто ухватиться Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сколько женщин? Для меня только смертный оказывает Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Или что-то там, мне нет Субтитры делал DimaTorzok 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 Сдергнись Вот это будет раскаяние В грехах Это будет раскаяние Раскаиваться будем перед Богом На том свете Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Они мне приснились, мы были друзьями Как они живут? Я их побил Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Короче, меня вот на дурдом увозили в психологическое отделение. Меня зовут Киселёв Максим Викторович, мне 31 год. Я изучал Зигмунда Фрейда, там про афобию и психоанализ, бессознательную теорию бессознательного. И мне сама эта тема интересна, потому что у меня преступление в бессознательном состоянии совершено. Я помню, как распивалось пятно, потом как драться начал. Очнулся уже, я просто как бы нож держал в руках. А передо мной человек лежал, короче, просто. Ну, я нож взял, ему в шею воткнул. Ну, и все. А он оказался живой. Просто спал, короче, ну, вырубился. Я когда вырубил табуретку. Ну, нож вытащил потом, он, короче, задергался. И все, я... Когда нож вытаскивал, у меня кровь брызнула. Брызнула, короче, с него на ботинок и на носок попал, и на трико, короче. Потом уже, когда я пришел, там шесть трупов лежало. Шесть человек... Ну, убил я шесть человек. Там одна женщина была, остальные мужиков было все. Меня зовут Тимиров Тимон. По-жизненно заключенные. Да, это без нарушения трех. Раз в сутки, полтора часа у меня есть возможность гулять, смотреть на небо, на солнце, находиться на солнце. Дышать свежим отбуком. Ну, я думаю о воле. Каждый человек рождается с определенными способностями. Вот. Я, например, я считаю так на данный момент, что я родился с преступными способностями. Я считаю, что Россия в девяностых, это было как Чикаго в тридцатых. Просто были, просто ввели боевые действия. Тимур. На тот момент, в больших городах, если люди присутствовали на каких-либо встречах со спортивными большими сумками, это ты должен знать, что там держит автомат Калашникова. Один человек с другой преступной группировки оскорбил меня. С той стороны были люди, и с этой стороны, и с моей стороны были мои знакомые. Я молча достал пистолет. Я, кстати, я сказал, ты готов извиниться? Он достал нож и начал угрожать мне. Я молча достал пистолет, выстрелил ему в туловище и два раза в голову. Вот он делает это каждый по-своему. Эпизоды, доказанные судом, что я убивал людей с контрольным выстрелом в голову. Я стрелял два раза за ухо. Приговор у меня вменено 4 убийства. Ну, мне не надо... Ну, мне не надо... Надеваемся. КОНЕЦ КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, ну, здесь где-то 5 квадратных, ну, 4, сейчас скажу так, 5 метров квадратных. В самой камере мне как бы, в одиночной, но я уютнее себя чувствую, чем в большой камере. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Могу полностью посвятить, ну, свое размышление, там, о своей жизни, там, ну, о своем существовании. Ну, и здесь, как бы, конфликтов не существует, чем, ну... Короче, сидел в больших камерах один. Я давал их, короче, это, скидывать, ну, в одну кучу. Там пацан был, ему 10, что ли, лет, или 11 было. Ну, я не знаю там как. Ну, походу, я его убивал не так, чтобы это самое, он же, как бы, угрозу не представлял правильно. Походу, я его как свидетель-то убрал. Ну, да, наверное. Вот, единственное, наверное, за это я только и раскаиваюсь. Не за них, не за кого, только, наверное, за ребенка. Так вот, так вот, так вот. Прямо по три доллара. Человека убить несложно. Сложно жить с этим. Я помню все свои преступления. Это и есть самое главное наказание. Анализ своего прошлого, своих поступков.